Они все стремились к тому, чтобы первым бросить бомбу. Потом точно так же страдал Каляев, который в итоге бросил бомбу великого князя Сергея Александровича. Всем привет! Сегодня у нас будет тур про преданность, про предательство, про ненависть, про различные человеческие отношения, которые, конечно же, характерны только для героев моего рассказа, потому что люди, в принципе, они все идеальны, они никогда никого не предают, они никогда не меняют своих точек зрения, своих убеждений и т.д. и т.п. У нас будет здесь еще один тур, на самом деле, и мы какую-то часть пройдем в ту сторону, а потом пойдем налево, а сейчас мы пойдем направо. Как это сделал один из героев нашего повествования, Лев Тихомиров, пошедший сначала налево, а потом вдруг резко пошедший направо. И об этом мы сегодня будем рассказывать. И поэтому я данный рассказ буду посвящать исключительно революционной тематике, в основном партии народной воли и то, как оборачивались судьбы некоторых людей. Сегодня я вам расскажу про то, как замочили буквально в сортире Судейкина, как застрелился Саблин, как должна была быть повешена Геся Гельфман, но этого не произошло, и как взлетел на воздух Николай Покатилов. Давайте мы сюда сделаем пару шажков, потому что вас надо для начала вести в контекст. Мы находимся на бывшей Знаменской площади, ныне это площадь Восстания. И если бы мы с вами посмотрели на нее, ну вот, несколько ранее, то вот в ту сторону, ну, не совсем с этой точки, но тем не менее, открылась бы следующая картина. И там вы можете видеть Каланчу, съезжего дома каретной части, к которой мы сейчас подойдем, ну, через какое-то время, но понятное дело, что Каланчу уже нет, и, собственно, самой этой съезжей части тоже нет. Она интересна тем, что там один раз пребывал Иосиф Сырёнович Сталин, который прибыл в наш Стольный град, на тот момент, где реально Стольный град, бежав из ссылки Вологды и под фамилией Чижикова поселился в гостинице, где его приняли, посадили и отправили обратно в ссылку. В центре стоял небезызвестный вам памятник Александру Третьему, тот самый, про который говорили на площади Комод, на Комоде Бегемот, на Бегемоте Бармоте, на Бармоте Шапка, отгадай, чем папка. Это была такая злостная сатира на Николая II. Ну, а на месте непосредственно вот этого храма сталинской архитектуры, потому что он выстроен абсолютно по лекалам каких-то греческих, римских культовых сооружений, раньше стояла церковь знаменская, по которой и была названа данная площадь. Но нас в данном случае интересует больше всего вот здание, которое находится с этой стороны. На ней сейчас написано «Город-герой Ленинград». И здесь до сих пор гостиница. Она была реконструирована. Про то, как на ней делались деньги, я скажу чуть позже, в другом выпуске. А раньше называлась «Большой Северный». И именно здесь, в преддверии убийства министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, поселился СССР Николай Пахатилов. Про него мы можем узнать очень подробно в книге Бориса Викторовича Савенкова «Воспоминания террориста». Я, кстати, покажу вам в конце экскурсии сборник, который у меня есть. Там все его литературные произведения собраны, которые я настоятельно рекомендую вам почитать. И он пишет о том, что Покатилов был членом боевой организации СССР. Я книжку уж эту конкретно не стал таскать. Кое-какие моменты просто выписал себе в отдельный файлик, чтобы к нему прибегать. Я просто на чем хочу заострить ваше внимание. Ну, во-первых, напоминаю, что они всегда, вот когда собирали бомбы, они селились в гостиницах. Да, и Дора Бриллиант в Москве на Никольской селилась, и вот эти персонажи. Про то, как Максимилиан Швейцар разлетелся на Карпускулы на Исаакиевской площади я уже рассказывал в отдельном выпуске. Что пишет Савенков? Значит, ну, во-первых, Покатилов приехал первый раз в Петербург с целью убить министра просвещения Боголепова. Об этом он тоже отдельно рассказывал, потому что его опередил Петр Карпович. Это было самое начало 20 века, еще боевая организация не была сформирована при партии эсеров, и поэтому они логично считали, что в принципе убийство министра просвещения, ну, министра образования, по-современному говоря, не имеет смысла, не целесообразно. То есть уже, да, обратите внимание. Он был, кстати, приятелем Балмашова, который потом застрелил министра внутренних дел Сипягина в Мариинском дворце. Об этом я тоже рассказывал в одном из своих видео. Ну и дальше он включился в работу. И вот описывает Савенков встречу Покатилова с ним в загородном ресторане «Яр» на Тверской. То есть это нынешняя Ленинградка. Основной «Яр» располагался на Кузнецком мосту в Москве, а это вот здание, оно сейчас в перестроенном виде, здесь еще сохранилось. Вместо типичного женевского эмигранта я увидел богатого русского барина с бледным лицом и длинной кудрявой золотой бородой. Даже экземы, которые он страдал, не было видно. Отсюда мы выясняем, что у него была экзема кожи, да, и когда он волновался, капельки кровавого пота на ней выступали. Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил меня. Потом Балмашов, ну, имеется в виду то, что Балмашов стрелял в Сипягина вместо Покатилова. Я сказал, что я больше ждать не могу, что первое покушение мне. Приезжал в Полтаву Гершуни, было решено, а Баленского я убью. А Баленский это губернатор Харьковский. Я готовился к этому, вдруг узнаю, что не я, а Кочура. Кочура рабочий, ему отдали предпочтение. Гершуни просто до конца, до последнего пас Кочуру, и буквально вот в день в день вложил ему революра в руку и отправил убивать этого Баленского. Иначе бы Кочур на это не решился бы. Вот теперь плевей, я не уступлю никому, первая бомба мне. Я ждал слишком долго, я имею на это право. То есть вот, вы прикиньте, это не только Покатилов. Они все, вот, они все стремились к тому, чтобы первым бросить бомбу. Потом точно так же странал Каляев, который в итоге бросил бомбу великого князя Сергея Александровича. Как выглядела эта гостиница в те времена? Я вам сейчас подставлю фотографию. На ней был такой характерный купол ренессансный. Идем дальше. Он волновался, на лбу от него от волнения вступали мелкие капли крови. А, ну вот, я, собственно, об этом говорил. Он пел вино и не пьянел. Я совершенно верю в успех. Вы знаете Валентина Кузьмича? Плеве будет убит. Валентин Кузьмич – это кличка партийная Азефа, главы организации двойного агента. Ну, об этом мы сегодня еще будем говорить. Я имею в виду про двойных агентов. Сколько времени я уже в Москве храню динамит? Невозможно. Я так в ожидании. Я не могу. Ну, и, в общем, первый раз они пытались убить Плеве на Фонтанке, где располагалось, собственно, ну и до сих пор на Фонтанке 16 это здание, где была ведомственная квартира министра внутренних дел. Там сейчас сидит мемориальная доска Петра Аркадьевича Столыпина, потому что он точно так же там жил. Здесь Савенков описывает, как они это конкретно покушение упустили. Затем очень интересный эпизод, который, конечно, надо бы рассказывать на кладбище на Александра Невского, у Александра Невского лавра, потому что они встречались как раз со швейцером, еще с одним динамитным мастером у памятника, у могилы Петра Ильича Чайковского. Да, и в какой-то момент вдруг показался отряд полиции, и они, соответственно, были уверены, что это за ними. Покатилов схватил револьвер, пошел их встречать, но, слава богу, они свернули, этот отряд полиции свернул на другую дорожку. Ночь 17-18 марта я провел с Покатиловым. Мы сидели с ним в театре Варьете до рассвета, и на рассвете пошли гулять на острова в парк. Вспоминайте мою прошлую экскурсию по островам, где я рассказывал, что острова были напичканы всевозможными усилительными заведениями, которые точно так же любили использовать террористы. Вот, в данном случае, некая Варьете, которая там располагалась. Но я так понимаю, что это, скорее всего, на Крестовском острове происходило. Он шел, волнуюсь, с каплями крови на лбу. Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите. Будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив. Я этим горд. Завтра Плеви будет убит. Плеви действительно был убит, но, надо сказать, что Покатилов этого не застал, потому что вот здесь, в этой самой большой северной гостинице, он, заряжая бомбу, просто взорвал себя. И опознать его могли только по очень таким миниатюрным кистям рук, которые, ну да, валялись. То там, то здесь. Анна Гейфман, книжку которую я благополучно где-то посеял в своем монументальном труде, говорит о том, что Покатилов был склонен к пьяным дебошам, вообще-то. Ну, понимаете, тут важно понимать, что... Понимаете, важно понимать. Та-та-та, да? Что Савенков, что вот, наверное, довольство, про которое я буду рассказывать. Естественно, они подчеркивали только, ну, некие такие положительные, сугубо позитивные черты характера. Они никогда не могли рассказывать про что-то плохое, если это было связано с их коллегами по революционному цеху. И Гейфман пишет о том, что у него от пьянства тряслись руки. И, скорее всего, это стало причиной вот взрыва. Вуаля. Такая веселая история в журнале «Ралаш». А мы подошли к вам вот к этому дому. И здесь я уже достаю хрестомантийную книжку советскую, вот эту, к которой я очень часто прибегаю. Да, на родовольце в Петербурге 1984 года. Она говорит о том, что конкретно... Ну, и здесь вот, на этом участке, это вообще-то, на самом деле, спрямление, да, Невского проспекта. Я об этом буду рассказывать в следующем выпуске, когда мы будем гулять, и буду объяснять, почему это Рождественская улица ныне советская, вот так вот странным образом расположена. Здесь три дома. И нас интересует средний дом, он 122, номер имеет по Невскому проспекту, а раньше он был номер 124. Это важно. Почему? Потому что я, когда писал свой путеводитель, я столкнулся с тем, что, скорее всего, нумерация двигалась, и вот как она двигалась, я не смог ни по каким-то источникам определить. И здесь располагалась конспиративная квартира уже партии народовольцев. Здесь останавливался, во-первых, Кибальчич, о котором я сниму отдельный выпуск, на Лиговке, возле того дома, где он был арестован, под фамилией Агаты Скулов. Здесь была одна из первых динамитных мастерских, хозяйкой которой была Анна Якимова. Ее так и называли, значит, динамитная хозяйка. И здесь, в квартире номер 15, которая, кстати, сохранилась полностью, она была на последнем этаже, только сейчас она номер 20, и окна выходили сюда, шел коридор. Я здесь всегда задаю своим экскурсантам вопрос, каким критериям должна отвечать конспиративная квартира. То есть, ну, во-первых, повышенный трафик. Рядом вокзал, плюс обратите внимание, что здесь всегда кипела жизнь. Вот у нас старые петли от всевозможных... Это обязательно конюшный сарай, я уже миллион раз об этом говорил, это могли быть какие-то подсобные помещения. Два входа, можно войти с площади, можно войти отсюда. Эти флигели раньше были ниже, то есть, соответственно, оттуда можно было увидеть все, отсюда можно было увидеть ничего, да, в их сторону. И здесь точно так же останавливался Морозов и его жена Леботович. Морозов – это один из народовольцев, который 25 лет отторобанил в Шлиссельбурге вместе с Верникой Лайн и Фигнер. И тут имела место быть довольно, ну, забавная ситуация, потому что, когда у них накрылась квартира в Лештуком переулке, это ныне переулок Джамбула, я тоже там вожу экскурсии, у меня есть съемка, потому что там, в доме номер 15, собственно, родился, ну, как бы сейчас сказали, бренд «Народная воля». Вот в этой конспиративной квартире она накрылась, хозяином его был Квитковский, который потом был казнен. И Софья Перовская прискакала сюда сказать, что, ну, значит, арестовали Курсиску-Богословскую, а у нее хранилась, ну, нелегальная литература, и, скорее всего, она могла выдать, и эту квартиру, соответственно, могли накрыть. И надо срочно пойти туда и предупредить Квитковскую и компанию. Там еще жила младшая сестра Фигнер, Евгения Фигнер, собственно, из-за которой там весь этот собор получился. Но я сейчас отдельно не буду об этом рассказывать. И Перовская сама была на нелегальном положении, поэтому отправили за недалеко живущей народовой Кошаниной, которая жила по чужому паспорту. Но Любатович на нервике, не выдержав, сама все-таки пошла туда, пришла в эту квартиру. Там обыск производится. Ее принимают. Ну, она, как бы, такая, значит, строит из себя дурочку, говорит, ой, вы знаете, я вообще шла этажом выше, ошиблась, так сказать, квартирой, начинает разыгрывать из себя такую идиотку. Ну, она такая была, знаете, она в свое время, в 1877 году, имитировав самоубийство, сбежала с Улки. Вот, то есть, они все были людьми достаточно предприимчивыми. Ну, и стали, соответственно, думать, что с ней делать. И говорят, ну, окей, говорит, где вы живете? Она говорит, у меня такой муж, такой муж, он такой жесткий, такой, значит, ревнивый, он меня убьет. Вот, назвала первый пришедший в голову адрес, который находится совсем в другом конце города. И когда она спускалась, она увидела Ашанину и, соответственно, выдохнула, поняв, что сейчас Ашанин увидит, что ее приняли, Ашанина придет сюда, скажет Морозову, что жену его арестовали, он очистит квартиру и сам уйдет. Вот она привела их к какому-то мифическому адресу. Там выяснилось, что это адрес не ее, она устроила истерику, сказала, ой, это просто потому, что я так боюсь мужа. В итоге, под самый вечер, будучи уверенным, что Морозова здесь нет, она приходит сюда. Морозов действительно очистил свою квартиру от всех подозрительных предметов, но решил дождаться и спасти свою жену. Открывая дверь, она с удивлением видит его, но не теряет самообладание, начинает разыгрывать сцену, такой, ой, не ругай меня, я такая дура, он начинает подхватывать, в общем, понятно, что ничего не понятно. Их оставляют до выяснения дальнейших обстоятельств и приставляют к ним в качестве цербера городового. И вот на следующий день они предлагают угостить городового чаем, и пока его угощали чаем, они жили, их поместили в комнате прямо напротив выхода, а дело было в конце ноября, хочу сказать. Морозов в летнем пальто и в одних галошах, и она только летнее пальто накинув, просто выскочили, и целые сутки полиция охраняла практически пустую квартиру. Ну, а в дальнейшем у Морозова была все равно печальная судьба, и у жены он вернулся сюда уже после разгрома народной воли, ну и сам загремел. Об этом я еще пару слов скажем в контексте господина Коношевича. Нас интересует этот дом номер 93. Значит, есть нюанс. В некоторых источниках пишут, что дом номер 93, в некоторых, что дом 97. Дом 97, это вот там вот он в такой сетке забран, у нас сейчас идет большая программа по реставрации, реновации, реконструкции Невского проспекта. Вот вся, например, правая часть, она забрана. Очень часто меня спрашивают экскурсанты, ну неужели нельзя починить фасады? Ну вот, их услышали. Да, но давайте решим, что все-таки номер 93. Да, кстати, обращаю ваше мнение, вот на это вот здание, это вот как раз здание бывшей каретной части. Ну и в принципе, если посмотреть на ряд фотографий, можно увидеть, что здесь когда-то вообще проходили трамвайные пути. Ну, опять-таки, это отдельный рассказ. Попозже я расскажу об этом всем. Вот, значит, давай перейдем улицу здесь быстренько. Вот в этом доме был убит тот самый Судейкин. Судейкин, на самом деле, если вы смотрели фильм «Стасский советник» с Никитой Мифолковым, обалденное кино, мне лично очень понравилось, на самом деле. Если помните, то... Ой, здесь посмотрите даже. Фамилия владельца, им такие мощные, рога изобилия. Еще дрелиционные ванны сохранились. Ну, где у нас Никита Сергеевич? Ну, точнее, его герой в его исполнении. Он вот этот вот танец делает, и это все разошлось потом на мемчике, да? Так вот, он там прототип как раз этого Судейкина. И это связано с одной известной, ну, такой очень злокачественной байкой, поддерживаемой в советское время. Почему? Потому что... Дело в том, что в советской историографии было такое понятие, как провокатор. Кто такой провокатор? Это тайный агент полиции. То есть он занимается нехорошими делами. Разлагать революционные круги изнутри было можно, а вот, точнее, нельзя, а вот покушаться из-за угла на чиновников и представителей правопорядка было вполне себе можно. Здесь у нас такие, видите, традиционные проходные дворы петербургские. Вот сюда даже впендюрили лифтовую шахту. И так был вид не фонтан. Ну, а здесь у нас еще добавили вот эту красоту. Но зато не пешком. После того, как народная воля была практически разгромлена, ну, 1 марта 1801 года они убили благополучного царя, и там Рысаков сразу начал стучать. Это один из бомбонетальщиков. А до этого начал стучать рабочий оклаский, который участвовал в подкопе. Ну, и, собственно, там, где мы будем финишировать, на Тележной улице, я вот расскажу, как накрыли ту квартиру. Осталось на воле из таких глобальных величин только Вера Николаевна Фигнер. Тихомиров уехал за границу. Тихомиров это был тот человек, который являлся автором письма, отправленным после убийства царя его сыну, будущему Александру Третьему. Здесь у нас, видите, традиционные закутки счастья. Не перестаю их вам показывать. Black lives matter and every square meters matter too. Да, то есть каждый квадратный метр ценен. И именно в тот момент на сцену зашел Судейкин, который умело раскрыл сеть народовольцев на юге в Киеве, а потом он сумел накрыть, у меня об этом тоже была экскурсия, значит, у нас на Васильевском острове, там есть мемориальная доска, что в этом доме располагалась подпольная динамитная мастерская. Ну, разве бы она может быть не подпольной. Вот, там один из динамитных техников, Грачевский, как раз готовил бомбу для убийства очередного. Мы вышли на Гончарную улицу. Сейчас мы перейдем дорогу. Немножечко в неположенном месте, но там будет светофор, они все остановятся, и мы перейдем. Хотя, в принципе, мы можем дойти до этого светофора, но что же, наверное, время терять. Давай быстро перейдем здесь. Все для вас. И вот это полицейская часть с этой стороны. Я сейчас поставлю фотографию, где видно, ну, видно, во-первых, обоз, и специально мы прервемся для того, чтобы я вам показал совершенно потрясающие снимки из альбома, где рассказывается про содержание этого здания. Альбом называется «Специальная школа для чинов полиции» и «Музей столичной полиции». Вот так выглядел класс офицеров и околоточных надзирателей. И обратите внимание, что в данный момент им показывают всевозможные отмычки и замки, которые данными отмычками можно прекрасно вскрыть. Это уже класс для офицеров и околоточных надзирателей. Традиционный камин, и над ним портрет Николая II и его отца Александра III. Класс антропометрии, то есть там, где человека замеряли по всевозможным параметрам. Очень круто это показано во французском сериале «Полиция 1900». Настоятельно рекомендую вам посмотреть. Класс городовых. Опять-таки обратите внимание, что, ну, с левой стороны печка традиционная такая полукруглая, а в дальнем правом углу стоят велосипеды. Это одно из главных средств передвижения городовых. Полицейский музей, где с правой стороны мы можем видеть возможные головные уборы. Вот там даже наблюдается прям Екатерининских времен один из них. Полицейский музей, и тут, например, прекрасный экспонат-седло. Вот так выглядел внутренний двор этого здания. Полицейский резерв, при начальнике резерва, радмистра с немецкой фамилией Галли. Обязательно должна была быть домовая церковь, или, как ее в данном случае называли, ведомственная церковь. Спальня городовых, и, судя по подписи, здесь же происходили гимнастические упражнения. О чем говорит, вот лестница там справа, в дальнем углу, всевозможные турники, перекладины и, в общем, все остальные, как тогда их называли, спортивные снаряды. Городовым надо как-то отдыхать. Вот, пожалуйста, бильярдное. Тогда говорили играть не в бильярд, а играть на бильярде. Бильярд, естественно, никакой не пул, а наш русский бильярд. Столовая с обязательными образами, ну и иконой по центру, потому что перед употреблением пищи, естественно, нужно помолиться. Столовая, буфеты, лавка. Городовых лавка, имеется в виду, опять-таки, своя какая-то ведомственная лавка, где можно было не по таким ценам, как на улице, купить какие-то простые необходимые продукты, ну и какую-то простую необходимую закусь. Кухня и пекарня городовых, печи, естественно, еще дровяные. Когда городовой в наряде, то полевая, то есть в данном случае городская развязная кухня, приезжает и кормит его горячей пищей. Обратите внимание, что слева и справа стоят еще газовые фонари. Были определенные критерии, по которым городовых принимали на службу, в том числе рост, ну и все остальные, как вы теперь уже знаете, антропометрические данные. Кабинет начальника резерва, традиционные тонетовские стулья, стулья, обои, посмотрите, какие на стене люстра, так вообще застрелиться и не встать, большое количество растений, ну и телефон на столе тоже доставляет. Еще один снимок кабинета, с левой стороны традиционная атаманка, так называли вот такого рода диваны. А теперь мы смотрим вот на этот эркер, причем нам надо немножко сдвинуться вот сюда. Я вообще хотел вас провести на самом деле другим путем. Вот, я вам сейчас поставлю фотографию, там с этой стороны прямо надпись такая, керосин, и видно, как выглядят ворота и как выглядит эта непосредственно дверь. Вообще, раньше можно было спокойно выйти к вокзалу, вот, ориентирован по этой зеленой надписи «Отиль», вот сюда. И там вы попадаете на второй вход, и это крайне удобно, особенно, ну, в те годы, когда я просто как-то на работу ездил в Москву, я бросал здесь машину гончарную и бежал вот сюда. Но сейчас проблема в том, что они там перекрыли этот проход, или они его опять открыли. Да, попробуем. Только недавно он был открыт. У меня была потрясающая история. Я бегу, опаздываю, значит, у них вот здесь вот такой бар. Стоят пусечки, да, стоят пусечки, бухают там от перемат. Я говорю, извините, это проходная, вот, вам на вокзал? Я говорю, да, будьте любезны, следуйте туда. Я говорю, божечки, ну, как таких не полюбить? Ну, давай попробуем здесь пройти в этом случае. И Судейкин начинает делать то, что сейчас является общим местом для любого, значит, специалиста разведывательного дела, политического сыска вообще. То есть он начинает внедрять в революционную среду секретных агентов. Для этого он предлагает сотрудничество всем арестованным. Это принцип, как у меня вот знакомые в Штатах мне рассказывали, как действует этот эпс, который, ну, как это, где знакомятся люди, называется. Тиндер, тиндер, да, что типа там надо, там как, там надо лайкать или свайпить? Свайпить, да? Значит, что надо на самом деле свайпить всех. Просто всех, а вот кто-то и ответит. Да, и мне даже там Сеня, который мне в Бостоне давал велик покататься два раза, большое ему за это спасибо, он мне рассказал, что какие-то нерды придумали такой специальный девайс, палец такой, который просто так делает. Господи, я как-нибудь забуду, когда мы едем с какой-то, значит, пьянки, а у них DIY, Drive Under, этот, алкоголь, это одна из самых распространенных статей, по которой они залетают, потому что у них там определенные промилле разрешены. И Сеня едет пьянющий по дороге, и вот он, значит, одной рукой держит руль, а в другой руке свайпит, и на дорогу вообще не смотрит. Ну, мы нормально доехали на самом деле, вполне себе. Да, ну, нам повезло, я хочу сказать, потому что вот я обломался, я тут хотел, ну, экскурсию провести, точнее, я ее вел. И вот я посмотрю, и тут закрыто. Ну, тогда мы сейчас выйдем вообще волшебным образом. Да, и вот, соответственно, ты бросаешь там машину, но сейчас уже не бросишь, потому что там платная парковка, болеет, а там был двор один, и я знал, что там просто можно вот так вот вынуть крюк, открыть ворота и загнать туда машину. Но потом местные им надоело, потому что я так понимаю, я был не единственный, они закрыли эти ворота. Но сейчас уже этой необходимости нет, просто я сестрика спокойно доезжаю до беговой, там бросаю машину и по прямой ветке доезжаю сюда. То есть, в принципе, вполне себе норм. По крайней мере, ты четко знаешь, за сколько ты доедешь, потому что от сестрика до беговой пробок нет. А вот здесь ты можешь так встрять. Вот, видите, вход и он же выход. Поэтому вы, когда приезжаете, допустим, с Москвы, ну, вот я всегда за... Ну, если мне надо, да, я обычно на самом деле все равно уезжаю каким-то другим способом. Когда на велике, так вообще на велике. Можно заказывать хоть прям сюда. Не сюда, а за шлагбаум таксо, но или на вот на гончарную. Просто ставите точку на гончарную и все, и там уезжаете. Вот. Возвращаемся. Да, и он всем предлагал, всем, абсолютно всем. И он вообще начал внедрять вот эту идею, что надо как бы приучать их к деньгам. И он разработал некую такую инструкцию, как, что должны делать вот эти вот тайные агенты. Ну, самое первое, ну, подумайте, что они должны делать. Вносить раздор в ряды этих самых революционеров. Постоянно распространять слухи, что все из них работают на полицию, что они все шпионы, да. Ну, и, в общем, всевозможные дезорганизаторскую деятельность совершать. И сначала ему в лапы попался Владимир Дегаев. Значит, вообще, когда описывали современники эту статью, статью семьи Дегаевых, писали, что там царила атмосфера чрезвычайности и восторженности. И, значит, мать их мечтала сделать из сыновей каких-то великих людей. Ну, дочь предназначалась. Они все готовились к известности, все готовились стать звездами. Только если дочь на музыкальном поприще, то сыновья на революционном. В общем, из Владимира, на самом деле... Добрый день, Павел. Здравствуйте. Рад вас видеть. Да, взаимно. Наконец-то встретились. Да, вот, снимаю проходочку тут. Здравствуйте. Ну, сейчас уже ставочка повыше. До пятихатки я поднимаем, чтобы они проходили. Говорили, Павел, рад вас видеть. Создавая видимость, что я, типа, тут кому-то известен. На самом деле, скажу парадоксальную вещь, я, ну, то есть, мы все Vanity Fair, да, но вот мне как раз радует вот эта позиция, когда я широко известен в узких кругах. Я понимаю, что вот быть широко известным не так уж комфортно. То есть, когда ты идешь, и все просто на тебя пялиться, и ты там, не знаю, посрать не можешь, туда спокойно зайти, условно говоря. Поэтому вот эта вот узкая известность, она, ну, чтобы она, во-первых, тебя кормила, и вот это прям идеально. То есть, вот к таким парадоксальным выводам приходишь, представляете, к концу своего жизненного пути. Дегаев, да. В общем, Владимир Дегаев оказался никчемным агентом, а вот старший брат его, Сергей, вот он, да, он загремел. Значит, ему еще сначала через Владимир, судей, который предлагал сотрудничество, он отказался. Тот загремел в Одессе и сказал, что я вот хочу вызвать Судейкина. Под Судейкина, кстати, изобрели специальную вообще должность, уникальную, которой не было ни до, ни после него. Ну и Судейкин приехал, Дегаев сказал, я готов с вами сотрудничать. Из-за этого ему устроили побег, причем такой побег, что люди, которые его охраняли, об этом даже не знали, их потом судили за это. Ну, то есть, все было обставлено вообще чики-пуки, чтобы не подобраться. И все, и Дегаев явился к вере Фигнерта, ой, нифига себе, вам удалось убежать. Ну и он, в общем, эту веру Фигнер сдал. Да, и Александр Третий написал, значит, наконец-то эта ужасная женщина попалась. И получилась уникальная вещь, что Дегаев фактически остался в руководстве, ну вот, развалившейся партии. Он оказался фактически ее, значит, главным, что Судейкину было крайне удобно. И вот здесь начинается очень интересная история. Значит, если вы откроете любой, не только советский, даже современный, там, какой-то там труд, статью и прочее-прочее про эту тему, откуда вот этот образ, да, созданный Бакуниным, не Бакуниным, Бакуниным, анархист, а этот, как его, а этот Акунин, инагент, да, сносочка обязательно теперь должна быть. Оказывается, Судейкин руками Дегаева хотел подготовить убийство Плеве. Точнее, не Плеве, а даже Плеве в этом участвовал, что Плеве руками Судейкина хотел убрать министра внутренних дел Толстого. И, значит, сесть на его место, и Судейкин в этом случае, соответственно, получал бы вообще большую власть, а потом бы он сам начинал бы там вообще решать, кого убирать, кого не убирать, и, в общем, становился бы таким теневым королем. И об этом пишут практически все. И вот отсюда этот образ, да, двойного агента, точнее, даже не агента, а просто такого беспринципного, абсолютно циничного персонажа, ну, вот если вы пересмотрите этот фильм «Статский советник», я просто книжек не читал Акунина, не потому что они плохие, иногент, а просто у меня не было времени на это. Вот. Но есть нюанс. Лев Тихомиров, который оказался в эмиграции и который был завзятым наордовольцем, вообще, надо сказать, что он очень активно шевелил к Вере Николаевне Фигнера, ну, покажу пока вот эту красивую картину. Ну, Фигнер была красавицей, и, в общем, судя по всему, Тихомиров к ней очень сильно подкатывал, а она его не очень, так сказать, привечала. Вот очередная книжка у меня, такая, значит, Борис Григорьев, Борис Колоколов, Колоколов, наверное, да, «Повседневная жизнь российских жандармов», очень неплохая. И здесь очень хороший, замечательный пассаж же. Нет ли тут, кстати, портрета наших героев? Тут вот есть Азеф, я вижу, Московский городовой. Ну, вот это Азеф, глава боевой организации. Нет, наверное, нет. А, вот, вот, Судейкин. Обратите внимание, что он достаточно, ну, такой статный, красивый человек. Ну, уж пользуясь случаем, ладно. Люди, вы хорошие, хрен с вами. Покажу вам еще одну книжку. Вот такое, называется «Женщина террория». Я всегда умиляюсь, что здесь вот это, Ума Турман почему-то. Бескорыстные убийцы, тра-та-та. Просковья Ивановская, вот, серебра в бороду без, как там, середа, седина в бороду, без в ребро, но, значит, не в бороду, она женщина, да. Это народоволка, которая потом присоединилась к партии социалистов-революционеров и участвовала, как раз таки, в убийстве Вячеслава Константиновича Плевея. Вот она писала еще про тот свой период террористической деятельности. «За стоявшим среди комнаты столом, спиной к окну, сидел в жандарской форме господиной позантной наружности», пишет она, «большого роста, атлетически сложной, широкоплечий, с выей крупного вала». Сейчас вот спроси у людей, что такое «выя». «Красивым лицом, быстрыми черными глазами, весьма развязными манерами выпроленного фельдфебеля». Все это вместе роднило его с хорошо упитанным и выхоленным жеребцом. Но, с одной стороны, конечно, такая, знаете, язвительная характеристика, но даже в ней, обратите внимание, все равно прослеживается некие позитивные черты, от которых даже Ивановская не могла избавиться. Вот это очень крутая история. Мы сейчас подойдем к этому Феодоровскому собору. Стена, видите, такая неурусская. Это здесь заканчивается Полтавская улица. Но об этом я сейчас пару слов расскажу. Так вот. Или мы вот как сделаем. Мы сделаем вот так. Мы сейчас немножечко поговорим вот об этом строении. Я в свое время специально купил здесь потрясающий альбом в этом соборе с потрясающими фотографиями и потрясающий традиционный его профукал где-то. Ну, я постоянно кому-то даю книжки, и постоянно эти книжки где-то оседают. Дело в том, что этот собор строился к 300-летию дома Романовых. И вот в этой именно книжке было написано, что для этого была отдана пустопорожняя земля на Атшибе. На Атшибе, ребята. Это сейчас просто центральнейший центр. А тогда именно они сначала взмущались. Что это за место вы нам за вокзалом, на территории бывшего плаца здесь вообще-то. Вы нам это все отдали. Поставлю вам, допустим, пару фотографий, как закладывают этот собор. Причем в этом принимал участие великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II. Строил его архитектор по фамилии Кричинский. Его вы можете знать, но надо подальше отойти. Тут интересно, видите, вот эти вот неорусские мотивы с вставками майоликовыми. Ну и вообще весь он как будто, знаете, из 17 века к нам пришел. Хотя это современное здание. И вот здесь, кстати, ну я хотел подставить эти фотки, но они, в принципе, здесь есть. Давай зайдем на секундочку сюда. Здесь совершенно, конечно, вот это вот панно вызывает дичайший восторг. Я вам сейчас подставлю фотографию вот в ту сторону, как эта территория выглядела еще даже до постройки этого храма. Видна деревянная застройка на заднем плане. Обратите внимание, что вот там у нас башня МПВО со специальной площадкой оборудованной местной противовоздушной обороной. Такое крыльцо. Значит, Кричинский, это у нас дом Эмира Бухарского, на секундочку, на Каменасовском проспекте, да. Он участвовал в строительстве мечети вместе с Васильевым и Фон Гогиным. Ну и еще там дальше, вот как раз когда у нас будет следующий маршрут, я покажу, там была еще одна церковь, построенная по его проекту. Что храм большой и, значит, строили его, благополучно строили и, в общем, 17-й год, 18-й год, а храм только построен. И получилось так, что его, ну, такая активная жизнь началась тогда, когда, в общем-то, православная жизнь в стране идеологически подошла к концу. Вот здесь очень хорошо видны и майолики, и вот эти всевозможные резные элементы. Здесь была община Александра Невского братства. И, в общем, ну, что, из песни слов не выкинешь, да. В 30-х годах несколько священников было репрессировано, а в самом этом здании организовался молкозавод. Да, и функционировал здесь довольно долго, причем у собора, у него сначала убрали купола, но оставили, значит, точнее, главки, да, но основание под эти купола оставили. И он сначала выглядел, вот как я вам покажу, да, а потом и их убрали, и вот он представлял собой вот такую. Вот это, кстати, Архимандрид Лев, расстрелянный, а, ну, вот написано, да, 20-го сентября 37-го года. Интересно, почему убрали, я предлагаю пройти более хитро, пройдем вот там. Так, сейчас оно проедет вот сюда. Мы ходим тут, конечно, это ценные замечания, мы, конечно, тут ходим. Было бы странно, если бы мы здесь плавали. Вот, давайте развернемся, покажем эту красоту неземную. То есть, видите, купола, основания. Почему это срубили? Потому что должен был быть, должен состояться визит президента Никсона. И под эту же лавочку, вот я об этом рассказываю в Москве, там на стыке Остоженки и Пречистенки, где сейчас памятник Фридриху Энгельсу, в Москве никогда не бывавшему, там раньше были тоже здания. Их снесли и должны были снести и дальше белые и красные палаты. Но когда начали расчищать здания, выяснилось, что это памятники 17 века. Ну, и это их и спасло. Здесь, кстати, в свое время был Ред Клуб, где мы даже пару раз играли. Но это уже не то, что там тамовская, это даже постмолоковская история. Он просуществовал несколько лет и благополучно потом закрылся. Сейчас, видите, тут какой-то ресторан. А, вот ночной клуб открылся, я так понимаю, на тех же самых территориях. Здесь у нас, кстати, будет Полтавская, Харьковская, Днепропетровская актуалочка. Но на самом деле, просто у нас есть, например, на Петроградке улицы Лахтинская, Гатчинская. Не мудрство и лукаво называли просто по губерниям Российской империи. Отсюда такие названия. Не нужно искать здесь повестки дня никакой. Вот сюда давайте мы с вами зайдем. Пока не забыл, покажу еще несколько фотографий прямо вот внутрянки. Особенно мне нравится там с кафельной плиткой, как этот собор выглядел. А, надо было не так пройти, надо было в ту зайти и здесь пройти. Ну, уже ладно, хрен с ним, не будем на это время терять. Пошли сюда. Давненько я здесь не хаживал просто, если честно. Очень долго потом судились они, значит, и возвращали собор церкви. Но в итоге вернули и посмотрите, в какую, значит, неземную красоту его претворили. В то время как другой храм Кричинского так и остался абсолютно убранным. И там сейчас такой треугольный маленький зеленый островок у нас находится как раз с той стороны Невского проспекта. Или Староневского. Мы с вами гуляем по Староневскому проспекту. Официально это полностью Невский, но вот да. Здесь есть некий ООО Дом Романовых, культурно-исторический центр. Я так понимаю, обословлено это тем, что вот неподалеку вот это вот все. И вот там раньше была решетка, они ее сняли почему-то и положили, поставили вот сюда. Они реально восстановили кусок решетки, который был, вот видите, вот это Зимний дворец. Вот этого сейчас нет, а это осталось. Это обсервационный домик, кстати. Вот идет садик персональный для гуляний. Эти львы, кстати, сейчас переехали вот туда, к Адмиралтейству. Эта набережная, она была смещена. И вот они вот кусок этих ворот прям восстановили. Вот эти ворота. Вот они там. И раньше я прям показывал, когда водил, как они там висят. Потом эту решетку переместили в сад, который сейчас называется имени 9 января. Орлов этих вырезали. Сейчас их восстановили. Решение Русской Православной Церкви прославить как страста перцев, сон и новомучеников, исповедников Тра-Тата Николая II. Ну и вот. И всех остальных. Ну и здесь у нас памятник. Тут у нас Маринка зачем-то. Вот эта, кстати, церковь. Я не знаю, видна она тут вообще. Ты двигаешься, нет? Ой. Ой. Да не, я не ломаю, честно. Нет. Я подвигаю. Не убудя с них. А мы зато посмотрим на Логовещенскую Церковь. Свечи. Свечи, да? Благовещенский мост. Ее тоже снесли. Это по проекту Тона, построенная на Благовещенской площади. А вот эта вторая часть... Ну ладно, уж не с ним. Пошли. Все равно ничего не видно. Так вот, возвращаясь к этой теме. Оказывается, вот эту байку всю родил Тихомиров. И... Ну, то есть... Который разоблачил Дегаева. И Дегаеву было сказано... Ну, я имею в виду байку про то, что вот... Судейкин мечтает там убить чужими руками и, значит, завладеть этим всем. Дегаеву было сказано, что, дорогуша, если ты хочешь искупить свою вину, отправляйся-ка обратно и убей Судейкина. И вот в тот дом номер 93, с которого мы, ну, по сути, начинали. Там был такой Яблонский конспиратор. Это был тот самый Дегаев. Это была его квартира, где он встречался с Судейкином. Ему в помощь дали двух с Украины молодцев. Василия Коношевича и Николая Стародворского. Такие огромные парни. В качестве орудия убийства они избрали, что нет приема, против лома. Да, ломы, причем они их обрубили. То есть, такие два обрубка. Есть обрезы, а есть обломки. Два обломка. И дело в том, что поскольку Дегаев вызывал полное доверие у Судейкина, тот к нему явился в час икс, в день икс со своим племянником Судаковым. Скинул пальто, в котором был револьвер, оставил трость, в которой был стилет, прошел в комнату. Ну и, в общем, в этот момент Коношевич огрел Судакова, а Стародворский выскочил и огрел Судейкина. Тот побежал по коридору. Стародворский начал его мочить. И пока тот мочил, значит, Дегаев просто выскочил с воплями о-ля-ля на улицу и убежал. Господи, Новодворский. Нет, Новодворская это... Новодворская это наша Стародворская, да. Такая, конечно, фамилия, я сам их иногда путаюсь. И он его замочил так, что тот пытался в туалете у него скрыться, что у него реально, у него передняя часть осталась в туалете, а ноги остались лежать в коридоре. Племянник его выжил, кстати, могу сказать. Дегаев, ему за это было обещано, значит, прощение. И он поехал на пароходе со своей женой в Южную Америку, но по дороге поменял маршрут, чтобы он повоял, что его и там найдут. И устал в Северную Америку, в Североамериканские Соединенные Штаты Америки. Они так это и назывались. Там он сменил фамилию Сдегаева на Полевого. А чтобы американцу было понятней, он вместо Полевого вообще стал Александр Белл. Отправился в Южную Дакоту, в жопу мира. Там, в университете, там был такой университетский городок, Вермиллиан, в городе Вермиллиан, университет Южной Дакоты. Он сначала был аспирантом, а потом стал профессором математики. Ну и, в общем, преуспел. Жена его умерла. Он женился на своей студентке. Способствовал развитию там различных направлений. Открыл новый факультет, стал деканом этого факультета. И умер там в 23-м году благополучно. И его жена, о которой есть страница Википедии, я могу подставить на английском языке, она учредила премию имени Александра Пелла, которая для студентов-математиков, которая присуждается до сих пор. И я как бы в свое время делал выпуск про, значит, статью в Нью-Йорк Таймс, которая, оказывается, оказывается, этот, ну, то есть, они, когда листали, сюда зайдем, архивы университетские, они выяснили, что, оказывается, наш великий профессор был Russian nihilist. Да, и вуаля. Коношевич и Стародворский были пойманы во время подготовки теракта на юге, приговорены к смертной казни, замененной вечной каторгой. Они отпахивали ее в Шлиссельбурге. Коношевич сошел с ума. Он орал просто и пел по ночам. И справляться с этим... Ай, мы туда не подойдем. Не успел я. Чуть-таки не успел. Может, мы там зайдем? Чуть-таки я не успел. Да, я специально пас этот двор, чтобы зайти, подснять его и показать, как он потом изменится. И... А, ну вот там мы можем пройти, наверное. И единственный человек из всех сидельцев, который мог с ним справляться и как-то его успокаивать, был Николай Морозов. Вот у человека были вообще стальные нервы. Он заболел туберкулезом в Петропавловской крепости, в Трубинском бастионе. Ему давали на жизнь три дня. И он, прикиньте, без всяких медикаментов, просто методом само... А, нет, мы здесь не про нем. Методом саморегуляции, самоуверения, самовнушения, самовнушения смог победить туберкулез. Это же, ну... Ну вот этот вот корпус, на самом деле. Это дом 3. Вот через 4 года здесь будет городсад. Блин, не успел ее подснять прямо без ворота. Ну ладно. А Стародворский в 95-м году вышел по амнистии и предложил свои услуги полицейскому департаменту. Его пытался раскрыть, был такой, знаете, Владимир Бурцев, охотник за провокаторами, он раскрыл Азефа. Но на тот момент ему этого не удалось. Это всплыло уже в 17-м году после раскрытия архивов, но тот вовремя умер в 18-м году и его со всеми почестями похоронили. То есть, как бы, ну, не стали эту тему. Тихомиров, народоволец Тихомиров, сменил лагерь и вернулся в Россию и стал заклятым монархистом, написал вообще, почему я перестал быть революционером. И я вам хочу зачитать небольшой отрывок из его письма Вячеславу Константиновичу Плеве. По всей вероятности, вы не знаете этого случая. Дело в том, что в одной из своей статьи в издававшемся некогда вестнике народной воли я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным о покушении террористов на жизнь графа Толстого. Тогда я верил этому рассказу. Впоследствии понял, что он простая тенденциозная ложь, которых тысячами сочиняется о всех высокопоставленных лицах. Но, во всяком случае, опубликование этого рассказа составило несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею, кроме разве того, что это был единственный случай, когда политическая вражда довела меня до поступка, которого я принужден стыдиться. О-ля-ля. Единственный случай. Это нормальная ситуация, особенно в советской историографии, делать всех революционеров героями, а всех тех, кто с ними боролся, естественно, предателями, мерзкими и прочее, чиновниками и так далее. И вот здесь у нас история очередная, загадочная, потому что, если мы откроем вот эту книжку, здесь в конце есть список адресов. И возле каждой фамилии, ну, давайте давайте найдем Гельфман, да, и мы видим, что тележная улица, дом 5, квартира 5. Тележная улица, дом 3, перестроен. То есть получается, что тележная улица, дом 3, это у нас вот этот дом. Я почему-то от Фригель-то показывал, да? Вот здесь находилась конспиративная квартира. То есть как было организовано покушение на царя 1 марта 1871 года. Значит, бомбы делались, у меня был об этом выпуск, на углу фонарного переулка и Екатеринского канала на Николана Грибоедова. А приносились они вот сюда. Вот именно сюда две бомбы принесла Софья Перловская на своем горбу. Потом она судья наговорила, что было бы 5 бомб, я бы себе одну взяла, и еще две бомбы привез Кибальчича. И именно сюда пришли 4 бомбы в Метальчика, среди которых один из них был Ирсаков. Здесь жила Геся Гельфман вместе со своим конспиративным, значит, мужем Николаем Саблиным. Но сама она была уже беременна от другого народовольца Колоткевича. И когда... Отсюда они отправились с этими бомбами туда, на Малую Садовую. И когда, соответственно, Ирсаков начал стучать, их здесь и накрыли. Саблин застрелился. При том, что Саблин это был, ну, такой, знаете, стендап-комик, фактически, народной воли. Он очень любил шутить. Вспоминали, что один раз они ехали на телеге с каким-то мужиком, так он этого мужика чуть ли не до смертных колик довел от смеха тут. Да. Ну, и он любил играться со словами, например, либерал. Он говорил, что это был такой немец либо, который орал. И... Наш человек! Шуточки за 300! Вот. Писал стихи, на самом деле. И... Вот он говорил, что я живым не дался. И, в общем, свое, значит, свою угрозу исполнил. А Геся Гельфман это, ну, такая инверсия истории Софьи Львовны Перовской, тоже отчасти семейная, но если Софья Перовская ушла из дома, в качестве такого протеста, то Геся Гельфман просто ей нужно было вживать. Зайдем в красивую парадную. Этот дом не так шикарен снаружи, конечно, как изнутри. Тут, видите, сохранилась печь изразцовая. Она родилась в еврейской семье, ну, не печь, Геся Гельфман. И ее выдали замуж за талмудиста. То есть, у нее была какая судьба? Рожать детей и полностью тащить на себя семью, потому что муж ее должен был заниматься талмудом. вот эти здесь родные еще сохранились. Шпингалеты. Как это называется? Это мне все время прилетает, что я неправильно называю эти. Ну, напишите в комментариях. А двор-то, на самом деле, полностью убитый здесь. Там даже дранка торчит. И она, в общем, вот сбежала из семьи, потом она загремела по процессу. Тут витражи даже сохранились. Она сидела в литовском замке, тот самом замке, который располагался рядом с Мариинским театром нашей русской бастилии. Ну, и в общем, оттуда она вынесла болезнь гастрит, потому что там было отвратительное питание. Еще у нее была такая не очень полезная. Божечки, смотрите, они сохранились в двери. И здесь тоже. Еще старые двери. Она по ночам отвечала на вопросы, которые задавали. Слава Богу, что этим никто не воспользовался. И она, знаете, была вот такая очень приятная, безотказная исполнительница. Она постоянно бегала, о ком-то заботилась, то есть кому-то там платится найти, где-то дежонок подзанять. Там 14 часов в день носится, приходит, падает в усталости, на следующий день поднимается, опять бежит по делам. Специально поднялись, видите, чтобы показать вам прекрасный потолок. И была очень веселая. Могла играть на какой-то там, знаете, делая из такого, из гребня, типа гармошку. И она еще там тра-та-та свои еврейские мотивы исполняла. Шикарный, я считаю. Очень приятный подъезд парадный. Когда ее арестовали, ее должны были повесить вместе с остальными пяти народовольцами, да, то есть Тимофей Михайлов, который, кстати, тоже накрыли здесь вместе с нею. Один из бомбитальщиков, рабочий. Рысаков, Перовская, Кибачичи, Желябов. И вот она должна была быть шестой. Но выяснилось, что она беременная. В Европе разразилась такая пиар-компания по ее освобождению. В итоге ей дали возможность родить, но она умерла в застенках. Ребенок ее тоже умер. Хотя там есть одна конспиративная теория, что девочка это выжило. Но это отдельный сюжет. И вся эта история по сути закончилась здесь, на тележный дом 3. Что из этого следует? Ничего из этого не следует. Да. Царь умер, погиб. его сменил Александр Третий, при котором как раз таки разменился, ну в смысле развернулся министр внутренних дел Дмитрий Лолстой. Он до этого был обер-прокурор Святейшего Синода, а до этого, а после был министром народного просвещения. И на том, и на том, и на третьем посту он был неприменимым консерватором. И очень сильно закручивали гайки, а очень сильное закручивание гаек не всегда приводит, мягко говоря, к желаемым результатам. Это же просто божественно. А знали бы вы какие тут квартиры? Ой, мама дорогая, какие там камины. Давайте выйдем на божий свет. И проследуем уже на Невский, потому что это у нас как раз попытка спрямления Невского проспекта. Ну вот, если бы они, конечно, привели в порядок еще фасад этого здания в соответствии с тем, как сохранилась парадная, то обратите внимание, что, несмотря на то, что это очень дорогой для съема квартир дом, лифта нет. он не предполагался. И более того, поскольку это здание не попало под программу какой-то реновации в Брежневские времена, даже нет нахлобучки лифтовой со стороны двора. Мы с вами идем вот сюда. Это вот часть вот эта тележная и гончарная это была как раз попытка спрямить Невский проспект. Вот ту часть, где она вот так странным образом притворяется в первую рождественскую ныне первую советскую улицу. Ну, я напоминаю, что Невский проспект рыли с двух сторон. С одной стороны и с другой прокладывали. Тут монахи Александровневской Лавры, там пленные шведы и солдаты и они не встретились в районе старой Новгородской дороги, нынешний Лиговский проспект, а тогда еще Лиговский канал. Он когда-то был каналом, снабжавший водой прутки, там, где у нас памятник Некрасова, для питания фонтанов летнего сада, но это другая история. У меня будет отдельный маршрут классики Бесоплепа Некрасова, где я как раз Литейного до этого садика. Немножко, чтобы у вас как-то картина оживилась по поводу этих героев наших. Владимир Ехельсон такой народоволь вспоминал. Это была некрасивая смуглянка, это про Гельфман, он пишет, с неправильными даже несколько грубоватыми чертами лица. Роскошь черных густых волос придавала оригинальность ее оживленной подвижной физиономии. В черных как смоль глазах светился восприимчивый ум и доброта. Мария Эльцина Зак вспоминает. Гесси Гельфман с первого взгляда производила впечатление невзрачной еврейской мещанки полуинтеллигентки небольшого роста плотного сложения с темным цветом лица плотного сложения с темным цветом лица темный цвет лица например сейчас бы сказали загар темный цвет лица это как с большими темно-кариями глазами но при ближайшем знакомстве все внешне уходило в лету и она все внешне уходило в лету здесь кстати вот посмотрите внимательно вот на эти корпуса мы о них еще расскажем когда выйдем сейчас на Невск и пройдем вот этим новым двором и она очаровывала добротой мягкостью и лаской и сквозившими из всего ее облика она продолжает вечно о ком-нибудь или о чем-нибудь пекущейся вечно озабоченная занятая деловая она никогда не приходила к нам бесцельно посидеть поговорить то ей нужно было подзанять деньжонок то нужно получить платье а ну это я вот рассказывал то оставить какой-нибудь пакетик которым нужно было спрятать то предложить устроить вечеринку для сбора денег пользу революционного красного креста Сергей Кравчинский который убил всегда деятельно неизменно веселая она довольствовалась самым малым лишь бы это было полезно для дела она охотно выполняла всякие роли почтальона рассыльного часового и часто работа была настолько утомительной что изнуряла силы даже этой здоровой девушки вышедшей из рабочей среды сколько раз бывало она возвращалась домой поздно ночью измученная до знеможения после 14 часов беспредельной беготни по городу но на следующий день она подымалась снова бодро об этом я рассказывал она всегда была готова оказать услугу всякому не думая вовсе о беспокойстве она никогда не думала о себе ну и ну вот понимаете как бы вот получается что все эти люди это такие рыцари без страха и упрека и вот Анна Гейфман в письме мне в личном да сказала допустим про такой эпизод который ей поведал один из правнуков народовольцев о чем она конечно же в своей практически академической книге которую она писала на американский грант не могла рассказать один из терактов не случился по следующей причине где Сигельфон я так полагаю может быть даже сюда на тележную пришел Андрей Желябов и вместо того чтобы заняться изготовлением бомб он начал до нее грязно домогаться и из-за этого ничего не случилось вот когда я вам рассказываю эту историю она выглядит так как будто на какое-то святое имя пролили цистерну говна но дело в том что люди они есть люди и понятное дело что определенная идеология должна лепить своих героев и когда ты читаешь вот эти все книжки особенной серии ЖЗЛ ты действительно получаешь картину не живого человека а ну иконы на ногах да только вот с бомбой в руке а по факту все они были ну нормальными людьми и ничто человеческое им было не чуждо и не мудрено что Желябов очень видный персонаж который в отличие там от своей гражданской жены Перовской на тот момент уже побывал женатым и даже имел ребенка от дочери сахарозаводчика Яхненко ну вот докопался да судя по всему довольно сексуальные евреечки Гесси Гельфман why not you not но об этом мы с вами конечно же никогда и нигде не прочитаем потому что если у нас из человека сделали памятник то как мы можем на этот памятник посягать а в итоге получается картина ну мягко говоря далекая от правды вот это видите здание построено здесь на буквально пустом месте здесь было пустое место и вот мы сейчас пройдем сюда Невский 135 а там Невский 137 я вам хочу показать что раньше здесь было значит здесь во первых был всегда такой стенд на котором очень любили показывать всевозможных передовиков производства героев социалистического труда и так далее парочка да дальше если мы пройдем вот сюда вот туда скорее даже а ну блин мы не увидим тут стена и там вот от этого флигеля еще такая такой кусок и на нем совершенно потрясающий котик был нарисован когда-то ну и вот уже вот вот той дальней стены которая за которая за этой стеной да допустим ларек тоже очень важная деталь мы давайте выйдем обратно ну и в принципе уже будем потихонечку финишировать потому что ну у меня был маршрут который я снимал от Александра Невского где с черным аракезом хожу вот мы сейчас сняли этот маршрут мне останется снять маршрут ну вот здесь вот ничего интересного нет поэтому мы сюда даже не пойдем останется снять маршрут в ту сторону смотрите как в какой лесенке окна расположены ну и в принципе мы эту территорию тоже все окучим то есть я уже могу скоро буду собирать такие подборки видосов да и вы по этим видосам можете ходить вот прямо вот все 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 центральные районы изучать с помощью меня и более того наблюдать как меняется фактура особенно внутренняя фактура которую в принципе никто никогда не фиксирует никто никогда на нее не обращает внимания ну ну не за чтобы никто никогда кто-то конечно обращает но я имею ввиду в среднем больнице да в основном же всех там особенно если мы говорим про какие-то официальные вещи интересует внешняя сторона вопроса ну а вот это это ребята дом так сказать не то чтобы известный но и отчасти известный потому что он все время мелькает в сторисах в запрещенной сети дети узнаете здравствуйте 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 у Антохи Лисова из Дженейра он сейчас кстати купил себе еще одну квартиру с чем я его благословно поздравляю он прям показывал как этот дом меняется это прям прям был сериал ну и надо сказать что действительно вот эта часть тележной улицы она была ну просто трэш-угар садомия и вот они привели ее в должное состояние причем обратите внимание что привели они достроили конечно немножко этажиков но да и флаг им в руки зато все прекрасно сохранено я надеюсь что когда-нибудь этот сука забор который честно говоря заманал тут находиться как там уйдет в лету да канет в лету да ну вообще на самом деле это известный известное выражение но мы конечно же уже так не сейчас уже так не говорим хотя вот для людей той эпохи это было в порядке вещей вот таким образом мы с вами наблюдая как вот же жидомасоны с рептилоидами закапывают наш город да вот по этим колеса отбойным столбам все плотнее плотнее окутываем паутиной моих маршрутов наш чудесный город я надеюсь что я опять-таки ну для тех кто пишет ничего нового понятно да что-то интересное открыл в конце по традиции хочу напомнить вам что экскурсии у нас и сейчас идут они в Петербурге проходят у нас по пятницам субботам воскресеньям значит традиционно напоминаю что вы можете купить ну вот этот путеводитель написан до площади восстания эта часть мною не окучена пока возможно когда-нибудь я и эту часть напишу но зато первая часть здесь полностью все хорошо здесь все вот кстати вот народовольцы те же самые вот Квитковский про который я рассказывал который в штыком переулке был накрыт а это кстати Лев Тихомиров молодой еще его еще называли Тигрыч Тигрыч народовольец Тихомиров называл Михайлова ревизором революционной конспирации Михайлов это вот этот по кличке дворник но это так книга про первое время русско-японской войны очередной раз убеждаемся как это все актуальненько в наше время кстати вот этот человек похож на Судейкина но это не Судейкин это адмирал Макаров да остросоциальный роман корень ну и куча всяких мерчей да вот кусочка да она же я вот теперь у меня нет да там есть всякое там футболочки худаки если вы покупаете соответственно мерчок мой на сайте я вам его и подписываю книжечки если вы покупаете вместе с мерчиком и книжечку потому что тогда мне приходится это лично на почту нести и напоминаю вам ребятки что 7 июня фишфабрик новель будет наш летний концерт остросоциального проекта ОСА мы играем редко но метко и также я вспомню и представлю новые песни своего можно сказать сольного проекта МС Агонни с уже сорян ненормативной лексикой так что приходите оттопыримся на этом все значит вся необходимая информация находится вот там внизу на этом я с вами заканчиваю общение тем более видите микрофон уже убегает с вами был гид Павел Перец пока пока